По мастер-классу вам надо просто привыкнуть и чертить вот такие вот схемы для того, чтобы понять, как делаются прибавки. Попробую вам объяснить наглядными схемами. Ну, примерно так. И теперь давайте разберемся. Если вы вяжете реглан без выделения регланных петель. Это вот такой реглан, простой реглан, который мы обычно вяжем. Теперь посмотрим реглан-погон. Пока мы с вами разбираем добавки регланов. Росток поговорим чуть-чуть попозже. Что такое льниевый реглан, да? Вот реглана, то есть увеличение петель для того, чтобы вывязывать наше изделие. Вы вяжете пополам, получится треугольник. Теперь давайте поговорим о ростках. Росток спереди вяжется тоже так же. После того, как вы заканчиваете вязать росток со стороны спинки. Вяжем погон вместе с ростком со стороны спинки. В этом ростке, который называется азиатский росток. Вязался росток. Итак, что же такое росток? Всех приветствую, дорогие мои. У себя на канале. С вами я, Вера. И мой канал о вязании. Сегодня у нас будет немножко учебная программа. Почему возник такой вопрос? Спрашивали у меня про регланы. Как добавлять петли, сколько надо добавлять петли в регланах, какие бывают регланы. В основном вот простой реглан, ленивый реглан, потом реглан погон. Ну, чтобы не сильно вас утруждать, давайте так разберемся. Попробую вам объяснить наглядными схемами. Итак, какие у нас бывают регланы. Реглан бывает простой. То есть это горловина и от горловины идут регланные линии при вязании. Дальше бывает у нас ленивый реглан. То есть тоже горловина делится на четыре части таким образом. Есть еще у нас реглан погон. То есть та же горловина и погон. Это схема реглана погона. Ну, примерно так. И теперь давайте разберемся. Сколько же добавлять петель при различных вариациях регланов. Если вы вяжете простой классический реглан, то есть ваше изделие, горловина, ну, может быть это закрытое, может быть открытое, разницы нет. Давайте будем считать, что вы вяжете какой-то светерок и у вас идут регланные линии. То есть там, где у вас должен быть рукав, это передняя часть, это спинка, это рукава. Вы делите свое количество петель. Допустим, у вас здесь, ну, допустим, 66 петель. Это я просто округляю. 66 петель. Как делить на реглан, на перед и на спинку? Эти 66 петель. Естественно, вяжете образец, высчитываете, да, сколько вам надо петель на горловину. Округляете в большую-меньшую сторону, если это должно быть четное или нечетное количество, на одну петлю. Итак, 66 петель. Как поделить петли на спинку, перед, рукава? 66 надо поделить на три части, потому что спинка, перед и рукава. Делим. 66 на 3, получается 22. Значит, на спинку 22, на перед 22 и вот на рукава 22. Но так как у нас два рукава, значит, надо еще поделить на 2. Получается 11. На рукава по 11. Если вы вяжете реглан без выделения регланных петель. Есть такой способ вязания, увеличивания реглана, увеличивания или прибавки петель в области реглана без выделения регланных петель. Но если у вас свой способ добавки петель в регланных линиях, то значит, от этого количества вы должны отнять количество петель, которые вы выделяете на регланной линии. Это может быть по одной петле, может быть по две петли. То перед тем, как начинать деление, вам надо сделать 66 минус 4 петли реглана. Получается 62 петли. И потом уже вот эти 62 петли делить на 3. И полученное число надо разделить на 2. Если количество петель у вас получается с остатком, то можно здесь отрегулировать количество петель набранных плюс 1-2 петли. Думаю, что большой разницы здесь нет. Теперь, как добавляются петли в таких регланах. Если вы вяжете классический реглан. Сейчас мы возьмем другую бумажку. То есть, у вас горловина. Вы поделили свои петли для реглана. И начинаете, где-то у вас здесь начало изделия. И вы начинаете делать прибавки в процессе вязания изделия по кругу. Подходите к регланной линии, которую вы выделили маркером. Перед петлей идет прибавка. Перед регланной петлей. И за регланной петлей дается прибавка. Следующий идете к регланной линии, где у вас висит маркер отметка. Опять прибавка. За маркером прибавка. И так по всему кругу. В отметке маркера регланной линии перед маркером. Потом регланная петля. Опять прибавка. И вяжется дальше. Опять реглан. Петля перед ним. Прибавка. Регланная петля. За маркером прибавка. То есть получается, что в одном круге вы добавляете 8 петель. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть за один ряд у вас идет 8 петель прибавок. Дальше. Это первый ряд. Второй ряд просто вяжем по кругу без прибавок. В третьем ряду опять идут прибавки плюс 8 петель. Это вот такой реглан. Простой реглан, который мы обычно вяжем. Теперь посмотрим реглан погон. Потому что был вопрос именно по реглану погон. Я хочу вам просто объяснить, как делаются прибавки. И почему делаются так прибавки. Схема реглан погон. Это горловина. Набирается количество петель, которые вам необходимо на горловину. Здесь делится таким образом. Если вы, допустим, также набрали 66 петель для своей горловины. То для погонов, то есть понятно, да, что вот изделие. И изделие вяжется сначала горловина, высота горловины, допустим, какая-то. А затем распределяются петни. И на погон выделяется вот здесь, чтобы ложились. И ложилось изделие погончик, а потом уже вывязывается рука. И получается изделие у вас как бы прямое полотно. То есть если в этом реглане у вас, допустим, горловина, и идут регланные линии, само изделие здесь рукав. То регланные линии вот так выделяются. Вот, то в погоне, когда вы вяжете реглан-погон, у вас вот этих регланных линий, они ложатся прямо вот сюда. И затем отсюда уже вяжется как бы рукав. Вот он. И у вас полотно здесь прямое. Если в реглане у вас полотно круглое, то в погоне у вас полотно ровное. Значит, 66 петель, ну примерно, вы выделяете количество петель для погона. Количество петель может быть разное. Валироваться от одной петли до 10 петель, допустим. Это уже ваше желание. Потому что здесь на реглане, на погоне, можно вывязывать, допустим, косу. Реглан-погон косой. Можно еще что-то. Можно одну петлю оставить. Или две петельки оставить. И точно так же вывязывать вот эту вот плечевую линию. Как же добавляются петли в реглан-погон? Итак, набрали количество петель, связали горловину, выделили количество петель для погона. Ну, допустим, это будет по 10 петель. Получается 66 минус 20. Потому что 10 петель сюда оставите, 10 петель сюда оставите. Получается 46 петель и 46 поделите пополам. 23 петли на спинку, 23 на перед. Пока мы с вами разбираем добавки в регланах. Росток поговорим чуть-чуть попозже. Теперь, повесили, значит, разделили, повесили маркеры. Здесь, допустим, у вас начало изделия. Здесь у вас висит маркер. Отделяете петли переда и спинки от петель погона. Первый ряд. Перед маркером прибавка, петли погона, после маркера прибавка. Идем на эту сторону дальше. Перед маркером прибавка, петли погона, маркер, после маркера прибавка. Замкнули. Это первый ряд. Первый ряд. Прибавка. Сколько петель прибавок? Четыре. Раз, два, три, четыре. Но в классическом реглане у нас в первом ряду 8 петель прибавок. А второй ряд идет без прибавки. Поэтому изделие становится круглое. В погоне это погон. Реглан погон. Но здесь надо тоже, чтобы изделие становилось округлым. Поэтому в реглане погон в погоне добавляются петли в каждом ряду. В каждом ряду. второй ряд точно так же идут прибавки. Опять от начала идем сюда прибавка перед маркером. Погончик провязывается. Маркер висит. Прибавка. Сюда опять прибавка. Погон. Прибавка. Замкнули. Замкнули. Второй ряд опять прибавка. Прибавка 4 петли. Чтобы выровнять наше изделие на основном вот на классическом реглане и на реглане погон. Поэтому в погоне надо добавлять петли в каждом ряду. если здесь у нас идет через ряд то есть первый ряд добавили второй провязали то в погоне у нас идут прибавки в каждом ряду. Прибавки на погон вот здесь идут в каждом ряду до тех пор пока вы не вывяжете пока у вас не выйдет вот эта длина вашего погона то есть длина от шеи до конца плеча вот эта вот часть и делаются прибавки в каждом ряду. Длина вот этого погончика ну валирует от зависимости от длины вашего изделия то есть от размера вашего изделия от длины плеча может быть 6 сантиметров 8 11 сантиметров вот это вот плечо и вы в каждом ряду добавляете добавляете петельки у вас увеличится оно такое будет круглое а вот когда вот это вот количество сантиметров у вас провяжется вот тогда надо остановиться и начинать уже вывязывать рукава с прибавками но немножко в другом ракурсе пока мы здесь остановимся то есть я вам объяснила спрашивали сколько надо петель прибавлять и в каком ряду в классическом реглане добавляются петли через ряд потому что в одном ряду идут 8 петель прибавки в реглане погон надо добавлять петли в каждом ряду потому что за один ряд добавляется всего 4 петли а надо 8 поэтому здесь добавляется в каждом ряду если вяжется ленивый реглан что такое ленивый реглан вот тоже так же количество петель которые вы набрали для своей горловины делим на 4 части ну допустим 60 здесь гладь так 64 сделаем чтобы удобнее было вот 64 делим на 4 получается 21 петля ой вру так 1 24 6 да 16 петель извиняюсь получается вот по 16 петель да вы повесили маркеры итак 64 петли разделили по 16 петель получилось ленивый реглан вяжется в том случае когда вы хотите вязать узором каким-то узором сейчас я объясню так вот они вот именно делятся так вот это вот перед вот это спинка а вот эта часть это идут уже рукава рукава теперь от каждой 16 петли отнимается по 1 петле то есть центральная петля 1 2 2 2 15 5 10 маркер висел правильно сюда забрали 1 петлю дальше сюда забрали одну петлю здесь осталось 15 сюда забрали одну петлю 15 сюда забрали одну петлю 15 вот это количество петель 15 для вашего узора она остается неизменным то есть здесь может вывязываться тоже какая-то коса какой-то там аржур какие-то там листики там ну или еще что-то да такие узоры которые именно вот ложатся таким образом а здесь как бы идет изнаночные да там допустим петли вот так вот так вот здесь делается таким образом когда начинаете вязать тоже вешаете маркер на центральную петлю перед центральной петлей идет прибавка центральная петля прибавка 15 петель узора доходим до следующего маркера прибавка давайте так надо крестиком прибавка после маркера и так это все продолжается так это первый ряд прибавки сколько прибавок сколько петель прибавок если мы добавляли в каждом маркере по 2 петли получается правильно 8 петель то есть это практически такой же как основной реглам теперь немножко отступление если вы выделили свои основные 15 петель для узора они у вас остаются неизменными то есть вы вяжете какой-то узор вам их количество менять не надо второй ряд идет без прибавок я чуть-чуть запуталась вот второй ряд без прибавок то есть 8 же петель значит прибавок не надо делать третий ряд опять идут прибавки на 8 петель но прибавка она как бы идет уже теперь у вас три центральные петли получилось правильно прибавка была центральная прибавка у вас маркер переносится сюда вы перед ним делаете прибавку затем три петли прибавка вот здесь когда у вас начинает увеличиваться количество петель вы тоже можете начинать вязать какой-то узор но есть очень много различных мастер-классов чтобы вы понимали я просто хочу вам объяснить принцип добавления петель для реглама опять подходите ко второму реглану да как бы получается и реглан в то же время опять 3 петли маркета значит перед 3 петли прибавка 3 петли прибавка здесь тоже вяжите какой-то узор если вам это надо здесь 15 петель остается неизменными вы вяжете свой узор на 15 петель может быть 18 петель там количество петель здесь не имеет значения просто здесь вяжется узор и так вы начинаете прибавлять здесь получается было три петли опять добавили вот дальше четвертый ряд идет без прибавок пятый ряд опять идут прибавки получается вот это ленивый реглан но когда вы вяжете вот это изделие с помощью ленивого реглана то имейте ввиду что у вас узоры будут ложиться с этой стороны как бы если это взять на изделие так извиняюсь пардон так вот это ваше изделие у вас здесь идет центральная вот прибавка по переду да вот отсюда идут прибавки здесь можно как бы тоже какой-то узор пускать и но основной узор у вас ложится вот он вот основной узор будет вот так ложатся ложится вот вот здесь то здесь будет какой-то ажур а здесь идут прибавки ну в принципе можно здесь ничего не вязать но это уже зависит от вашего желания получается симметрично что спереди у вас идет узор расширения вот это вот идет вот это идет расширение вот здесь вот увеличение идет вашего изделия увеличение идет изделие а вот этот вот 15 петель он идет неизменно и ваш идет узор повторяется а вот здесь постоянно идет увеличение так вроде немножко разобрались есть еще один способ вязания реглана то есть увеличение петель для того чтобы вывязывать наше изделие есть тоже такой момент тоже также набирается горловина количество петель делится на 4 части количество петель и начинаются делаться тоже также прибавки ну допустим начало изделия прибавка центральная петля прибавка и точно также здесь начинаются делаться прибавки если прибавок идет 8 петель в первом ряду до 8 петель то второй ряд естественно без прибавок и в третьем ряду опять идет прибавка 8 петель так повторяется здесь получается если делать постоянно прибавки вот так вот увеличивается то в результате если это изделие вот так сложить как бы горловину здесь можно сначала связать небольшую резиночку и если его пополам сложить то в результате получится вот такой вот треугольничек вот вот эти вот боковые это как бы плечо прибавки идут на плече и прибавки идут по центру по центральной части и по спинке идут и если вы это изделие сложите пополам получится треугольник из этого треугольника дальше можно вывязывать низ изделия когда вы провяжите вот эту длину то есть прибавляете прибавляете у вас увеличивается ваше изделие увеличивается но так вот здесь тоже образуется вот так вот углом не круглая уже углом образуется склали по услуги сложили извиняюсь вот получился треугольник вот эта длина это длина вашего плеча вот когда вы вяжете все это то замеряете количество сантиметров которые вам надо чтобы было плечо ну допустим это будет там 11 сантиметров плечо главное не ошибиться в наборе количества петель для горловины дальше когда длина плеча уже провязана то вот это вот длина образуется же треугольник чтобы определить сколько надо оставить сантиметров для проймы то есть изделие дальше будет вязаться таким образом то вот эту вот длину делим на три части это я вам говорю схематично но приблизительно это происходит так должно быть на три части одна третья часть остается на дополнительной нити точно также она же двухсторонняя со стороны спинки тоже оставляется тоже количество сантиметров количество петель и все оставляется на дополнительную нить с этой стороны тоже самое задняя сторона изделия пока остается нетронутой но передняя часть продолжает вязаться тоже типа а-ля чайка но немножко по-другому да тоже такой же угол тоже чайку тоже можно связать таким образом чайку как говорится потому что угол вы связали вы можете здесь валировать различные цвета чтобы у вас был угол а дальше можете вязать однотонной пряжей но прибавки на этот угол точно также идут с двух сторон но если вы хотите прямое полотно значит здесь надо закрывать убавлять вяжите по лицевой стороне прибавка центральная петля прибавка сюда ушли на этот бок поворачиваетесь делаете две вместе здесь прибавок не делается потому что мы уже здесь разобрались провязываете изнаночную сторону заходите на эту сторону поворачиваетесь на лицевую две вместе вяжите по лицевой прибавка центральная петля прибавка уходим сюда разворачиваемся на изнаночную делаем убавку поворачиваемся убавка сколько петель добавили столько должно убавляться тогда у вас получится прямое полотно и так вы провязали углом это плечики 11 сантиметров центральная петля разделили на три части и вяжите длину проймы сначала вяжите одну сторону перед затем вяжите вторую часть спинку вот эти петли остаются на вспомогательной линии вяжите длину проймы здесь идет прибавки также от центральной петли но вот здесь идут убавки вяжем первый ряд допустим прибавки прибавки затем развернулись на изнаночную сторону две вместе здесь провязали все свои прибавки вернулись сюда разворачиваемся убавка убавка прибавки сюда разворачиваемся убавка просто провязываем сюда убавка прибавка сюда сюда и опять запоминаем что здесь чтобы было прямое полотно две петли прибавили значит здесь одно убавили тут одно убавили прибавили убавили убавили тогда у вас получится ровное полотно так вяжем на длину проймы одну половинку затем вторую половину спинку соединяем их вместе когда провязали спинку и перед одинаково соединяем их с помощью подрезов ну может быть вам подрезы не нужны но в любом случае хотя бы 3 5 6 петель подрезы всегда нужны то есть добираете цепочку воздушную петель или кто там делает и соединяете перед и спинку вместе теперь там где у вас подрезы количество петель у вас получится изделие вот такое конусное вы соединили перед и спинку с помощью подрезов количество подрезов пополам примерно делите вешаете маркер и уже вяжется это изделие в круговую точно так же здесь идет убавка вот здесь примерно вот так центр получается убавка здесь прибавки сюда вяжется убавка вот она возвращается сюда здесь же два подреза вот здесь тоже так же убавка убавка здесь прибавки то же самое только по кругу прибавки убавки прибавки убавки когда вывяжется длина угла на то на ту длину которая вам необходимо допустим это будет платье там угол упирается в коленки вот так вот получится то вот этот угол вот это вот провязанное вот это провязано а вот этот угол останется открытым то здесь уже делается таким образом здесь только делаются убавки здесь никаких уже прибавок делаться дел не должны быть происходить оно вяжется прямо здесь убавки 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 и у вас вот этот угол постепенно закрывается закрывается и полотно соединяется свяжите один угол потом свяжется второй угол и полотно у вас будет ровное и по кругу это вот таким способом можно вязать теперь давайте поговорим о ростках как добавляются ростки и что это такое кто начинает вязать то слышали что это за слово такое росток кто знает то может быть тоже послушать посмотрит и так хочу тоже объяснить как делаются вывязываются ростки и делаются прибавки для ростка если у нас идет классический реглан вот такой вот и вы хотите делать росток допустим в области горловины то есть вот вы горловину связали какой-то воротничок и теперь вы хотите сделать росток росток что это такое это когда у нас передняя часть ниже чем спинка то есть сворачиваете складываете пополам и видно что спинка у нас выглядывает а передняя часть у нас всегда ниже вот эта часть от спинки до передней части вот то что выглядывает то что спинка выглядывает из-под снизу вот это и есть росток вот это вот глубина ростка теперь после того как вы связали горловину или воротничок делите свое количество петель ну допустим точно так же ставим 66 петель допустим да и вы делите на регламные линии на перед и спинку да значит здесь если оставляем по 4 петли допустим по одной петле для регланов оставляем минус 4 получается 62 петли 62 петли так же делим на 3 6 на 3 2 и 2 на этот не делится да ну допустим 20 петель давайте не будем уже придираться просто говорю 20 петель получается у вас как бы на спинку должно 20 и на перед и на рукава по 20 значит делите еще пополам получается 10 10 петель будет у нас на рукава но нам надо теперь выделить петли для ростка как же вяжется росток в этих случаях росток вяжется таким образом горловина побольше нарисуем петли реглана вот здесь середина вашего изделия надо сделать так чтобы спинка была больше чем передняя часть здесь вяжется таким образом если это середина начало вашего изделия вяжем по лицу здесь реглан прибавка регланная петля прибавка вот здесь рукав надо поделить количество петель надо поделить на 4 ну допустим 10 или на 3 или 4 части получается 10 у нас на 4 не делится можно сделать таким образом 3 3 2 и 2 петли то есть 3 петли 3 петли 2 и 2 петли количество тут петель на рукава естественно разные так вот первый ряд идем по лицевой прибавка регланная петля прибавка 3 петли от рукава поворачиваемся провязываем прибавки регланной линии прибавки и идем на эту сторону в этот рукав то есть по спинке по изнаночной стороне возвращаемся прибавка регланная петля прибавка этот рукав точно так же делится на количество петель 3 петли захватили оборот возвращаемся это по изнаночной стороне они это делали теперь по лицевой вернулись сюда опять прибавка регланная линия прибавка еще 3 петли захватываем разворачиваемся идем по изнаночной стороне в эту сторону точно так же начинается прибавка реглан прибавка захватываем провязываем вот эти 3 петли захватываем 3 петли и идем в эту сторону здесь точно так же делаем все прибавки идем на эту сторону захватываем 2 петли возвращаемся на эту сторону опять идет прибавки захватываем 2 петли вот эти 3 3 провязываем плюс 2 захватываем идем на эту сторону точно так же реглан все провязываем идем на эту сторону провязываем наши оставшиеся петли тут две петли и возвращаемся обратно и сюда точно так же и вернулись и теперь уже вяжем по кругу здесь регланная линия 2 прибавка регланная петля прибавка пошли сюда дошли до этой регланной линии прибавка регланная петля прибавка петли рукава прибавка регланная линия прибавка и сюда здесь точно так же до всей прибавки на регланных линиях делать так вот сколько мы сделали 1 2 3 4 5 6 7 8 рядов мы сделали то есть мы сделали обороты туда обратно туда обратно 8 рядов получается мы сделали 4 петли значит перед тем как начинать вязать растоп в области горловины вам надо вот от этих 20 петель отнять 4 петли и добавить их на перед здесь у вас останется 16 петель 16 регланная линия рукав реглан здесь 24 петли опять реглан рукава реглан и начинаете вязать росток спереди вяжется тоже также после того как вы заканчиваете вязать росток со стороны спинки просто здесь количество оборотов может быть меньше и количество петель вот эти вот 24 петли вы делите допустим на там на 4 части по 6 петель то есть 6 петель 6 петель 6 петель 6 петель 6 петель на 4 росток спереди он вяжется таким образом его можно вязать вместе с ростком спинки вяжем росток спинки так вернулись захватили мы провязали все петли вернулись и теперь идем здесь у нас поделены петли для ростка спинки вяжем провязываем 6 вот вот эту вот главную линию провязали тоже также добавками с прибавками 6 петель провязали повернулись вяжем со стороны спинки все регланные линии все прибавки как положено идем на эту сторону здесь тоже также все на регланных добавляем захватываем 6 петель поворачиваемся вяжем сюда провязываем 6 петель захватываем еще шесть петель вяжем сюда опять 6 петель провязали пошли сюда Можно еще 6 петель захватить, провязать. С этой стороны 6 петель провязали, вышли на лицевую. Главное вернуться на лицевую сторону, когда вы все вот эти петли пройдете оборотными рядами. Это и вернуться, главное, на лицо, чтобы уже ваше изделие замкнулось в круг и вязалось по кругу. Пока ваши регланные линии не увеличатся, не будет достаточно для того, чтобы их уже потом отделить, снять надо дополнительную нить и вязать уже все изделие в круговую. Тут добавить петли пройдем и соединить изделие вместе и вязать уже по кругу. Это расток. В погоне делаются прибавки, повторим, перед маркером и за маркером. Количество петель на погоне не меняется. 10 петель, допустим. Середина изделия. Вот эти 10 петель, они тоже делятся примерно на 3 части. Ну, допустим, 4, 3, 3 петли. 4, 3, 3. Здесь маркер и здесь маркер. Тут маркер и здесь маркер. Вяжем погон вместе с ростком со стороны спинки. Прибавка. Перед маркером. Затем 4 петли погона. Маркер перекидываем и за маркером делается прибавка. Идем на эту сторону. Прибавка. Маркер. Перекидываем. Вяжем 4 петли маркер и за маркером делается прибавка. Вяжем на эту сторону. Опять. Перед маркером прибавка. 4 петли плюс 3 петли. После маркера прибавка. Маркер остается здесь, потому что здесь 10 петель должно быть. Все петли увеличиваются в области спинки. На эту сторону. Доходим до маркера. Перед маркером прибавка. 4 петли плюс 3 петли. Маркер перекидываем. Прибавка. 10 петель должно остаться здесь. Сюда вяжем. Опять. Перед маркером прибавка. 4, 3 петли и последние 3 петли захватываем. Идем в обратную сторону после маркера. Прибавка сразу. То, что 10 петель на погон. И вяжется в эту сторону. И здесь тоже самое повторяется. Перед маркером прибавка. Захватываются все 10 петель. Маркер остается за 10 петлями. Прибавка. И круг замыкается. Здесь опять начинаются прибавки. Чтобы увеличить длину погона. Опять перед маркером прибавка. Вот 10 петель. Здесь уже после 10 петель прибавка. Просто здесь маркер у вас висит. Количество петель здесь у вас точно так же делится, как и в этом случае. То есть отнимаете здесь 4 петли и прибавляете эти 4 петли наперед. Если вы хотите сразу вязать росток. Теперь росток спереди делается то же самое. Количество петель делите на 4, 5 или 6 частей. Захватываете эти петли. Перед погоном прибавка. Провязываете погон. За погоном прибавка. Идете в эту сторону. Перед погоном прибавка. Погон. За погоном прибавка. Захватываете здесь петли. Сюда. Опять перед погоном прибавка. Погон. За ним прибавка. Вяжете с этой стороны. Опять продолжение то же самое. Перед погоном прибавка. Погончик. После погона прибавка. Провязываете выделенные петли. Захватываете остальные петли. И возвращаетесь. Опять перед погоном прибавка, погон, прибавка, сюда, прибавка, погон, прибавка. После погона захватываете, провязываете эти петли, сюда возвращаетесь. Оборотные ряды. И вот таким образом вы вывязываете росток еще и спереди. Когда все петли у вас ушли, вы выходите на лицевую сторону и вяжете по кругу. До тех пор, пока у вас не вывяжется длина вот этого погона. Затем количество петель, вот эти 10 петель, идут прибавки только уже с другой стороны. То есть длина погона у вас вывязана, теперь вам надо вязать пройму. Если при вывязывании погона вы добавляли петли перед погоном, то теперь вам надо вывязывать ширину рукава. Значит здесь вы добавляли с этой стороны, сюда добавлялись, прибавки шли в эту сторону, в сторону спинки и в сторону переда. И здесь точно так же. То, когда вы выходите на рукава, то у вас прибавки должны идти вовнутрь рукава. Вот сюда. Вяжете по кругу, делается вот здесь прибавка. Петли добавляются вовнутрь рукава, прибавка. Опять. Так это все вяжется по кругу. Петли добавляются вовнутрь рукава на длину проймы. Вот эта часть. Здесь прибавки в области рукава можно уже ввалировать. Какую вам надо пройму. То есть, или широкую. То есть, вы добавляете в каждом ряду петлю. Если зауженное или с косом, то можно делать прибавки через два ряда. Или там четыре ряда провязали в каждом ряду. Потом один ряд пропустили. Потом опять прибавки. Но тут надо уже делать по вашему размеру, делать немножко расчета. Я просто вам показала схему, как делать прибавки. Как вязать росток и какие бывают у нас регланы и как их добавляют. Итак, простой реглан. Реглан погон и ленивый реглан. Теперь давайте поговорим еще об одном ростке, который называется азиатский росток. Что же такое азиатский росток? Азиатский росток добавляется после того, как вы свяжете верхнюю часть изделия. Горловину. Вывязали уже реглан. Вышли на длину рукава пройма. Передняя часть. И точно так же спинка. Вы убрали петли рукава на дополнительную нить. И теперь со стороны спинки, вот спинка, делается азиатский росток. То есть продолжается вязаться спинка на ту длину, на ту длину, которая вам необходима для того, чтобы вязался росток. Итак, что же такое росток? Это если мы изделие сложим пополам, то передняя часть у нас будет глубже, а спинка, деталь спинки, она находится вот здесь. Значит, нам надо сделать спинку длиннее, чем перед. Петли спинки вывязываются туда и обратно на ту длину, которая вам необходима. Ну, примерно, примерно 5-6 сантиметров. Может быть, 3 сантиметра, 5 сантиметров. И вот эта вот длина спинки вывязывается. Еще может быть азиатский росток вязаться таким образом. Если это часть спинки, и вы начинаете вязать оборотными рядами туда-обратно, то вот здесь в начале можно добавлять количество петель. Вот спинка, вяжете, и в начале или в конце добавляете по одной петле в каждом ряду. То есть вяжете, прибавка, вяжете, прибавка, вяжете, прибавка, прибавка. И таким образом у вас вот эта часть спинки закругляется. Если у вас здесь находятся рукава, которые спущены пока на дополнительную нить, а эта сторона у вас, передняя часть, это горловина, то вот эта вот часть спинки при увеличении дает вот такой вот загиб. Вот эти вот добавочные петли, они, и вот эти вот петли-прибавки, они делают закругленную форму. Это уходит потом в подрезы. То есть если вы не будете добавлять петли, а будете вязать просто полотно спинки прямо, то для того, чтобы соединить переднюю часть и заднюю часть изделия, в области рукава вы добавляете подрезы. А вот в этом случае при добавлении петель с обеих сторон, у вас эти петельки уходят в подрезы. Если количество петель, которые вы добавили при вывязывании ростка, то есть спинку увеличиваете, вам не хватает для подрезов, то вы просто потом добираете определенное количество петель для того, чтобы вам хватило на длину подрезов. Вот это вот и есть азиатский росток. Его можно вязать, говорю, двумя способами. То есть прибавками для того, чтобы выходила такая загнутая часть, и у вас увеличивается спинка с загибами. Количество петель для подрезов можно меньше набирать, можно вообще не набирать, там смотреть надо по размерам. Или вязать прямо, увеличивать, и потом добавлять все количество петель для подрезов, чтобы соединить переднюю часть и спинку. И потом уже замкнуть изделие в круг. В принципе, в этом азиатском ростке ничего сложного нет, и очень удобно его вязать. Все, которые мы рассмотрели с вами, ростки в области горловины, что вагон, что простой раз вот это вот изделие в этом реглане, то если вы мучаетесь и вам неудобно вязать вот этот вот росток в области спины, то можете воспользоваться азиатским ростком. Разницы нет, что вы вяжете в простой реглан и в области спины потом добавляете петель для того, чтобы соединить рукава с помощью подрезов. Что в ленивом ростке? И когда вяжете ленивый реглан, у вас здесь вывязываются рукава, точно так же можно со стороны спинки сделать азиатский росток и соединить потом два полотна перед и спинки вместе. Ну, на этом пока все. Спасибо вам за внимание. Если кому-то что-то непонятно, можете спросить. И, может быть, мы как-нибудь продолжим наши уроки. Всем пока. Всем удачной работы. Ровных вам петелек. И главное не бояться и разобраться в этих схемах. То есть, если вы вяжете по каким-то мастер-классам и вам понятно, то очень прекрасно. Если вам непонятно по объяснению по мастер-классу, то вам надо просто привыкнуть и чертить вот такие вот схемы для того, чтобы понять, как делаются прибавки, в каких регланах. Всем удачи!